еще самое главное чему мне научила мамулечка это то что мясо вернее фарш уже приготовлены нужно обязательно его отбить для этого вот смотрите вот у меня в принципе какая миска получилось с фаршем но я беру большой огромный таз перекладываю сейчас все сюда сейчас изначально все перемешаю по-хорошему затем добавлю соль и специи и затем буду отбивать удобнее конечно же замешивать фарш именно вот в таких больших им костях чем нежели в маленьких вот в этих вот тазиках все равно основного перемешивания у вас не будет моя мамуля которая работает уже почти 20 лет столовой вот эти секретики она мне рассказала ну и тем более на шеф-повар 5 разряда по мясному цеху да 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 так вот сейчас мы приступаем к отбиванию самое главное нужно проверить на столь просто-напросто беру если для меня это солено все мне хорошо если вы чувствуете что не хватает соли конечно же добавляйте соль потому что ну вот должна быть чувствоваться соль соли потому что потом кушать недосоленые котлеты очень невкусная уже в этом сама убедилась на собственном опыте так вот в принципе что значит отбивание ничего в этом такого сложного нет я беру всю основную массу фарша сгребаю на одну сторону и затем вот такими порциями небольшими в берем и отхлапываем конечно нужно приготовиться к тому что может быть отлетать фарш в разные стороны это бывает особенно по неопытности но уже когда рука набьется все происходит само собой хорошо вот таким образом такими шлепками мы из одной стороны перекидываем перехлапываем фарш другую сторону опять сдвинули и отшлепали фарш так называется но моя мамуля сказала это вот основное такое условие необходимое для полноценного перемешивания фарша ну вот все мой фарш готов сейчас я его перемещу обратно в маленькую емкость ну и будем уже делать католеты ну и дальше ничего сложного нет нам в одном подносе я замешиваю котлеты а на второй поднос кладу затем морозильник и когда они заморозятся их легко уже будет с подноса достать и сложить пакетик поскольку штучек вам удобно руки я немного смазала растительным маслом так тесто к ним не прилипает и вообще видите как хорошо и вот таким вот образом я надеюсь что вам видно туда сюда обратно и вот какую форму вам нужно придали я люблю вот так вот прихлопнуть и ребрышком кладу так вот первый основной вопрос на который я хочу ответить после после моих видео о семенах о посылке где я заказывала эти пакетики для рассады вот расскажу вам что есть такой сайт сима лэнд зарегистрировалась там и мне тут же со мной связался ну представитель этого сайта и вот сказал что так как вы проживаете далеко то доставка будет дорогая там получается что сколько товаров столько у меня получилось и доставка и вот он объяснил что в каждом городе практически есть как они называются эти курьеры не знаю в общем есть лица которые занимаются работают с этим сайтом вот естественно что я узнала у нас городе действительно так нажала сима лэнд котлас у нас есть девушка которая раз в месяц выставляет заказы вы заходите на сайт выбираете что вам нужно копируете либо ссылку на этот товар либо артикул как вам удобнее и вот этом вот этому представители уже вашему который находится в вашем городе кидаете эту с эту ссылку он в этот в основной альбом добавляет этот товар и соответственно кто-то может быть еще закажет да но единственное но там всегда под каждой позиции указано минимум заказа то есть для того чтобы именно ваш товар заказали нужно например там если вазу вы хотите там например может быть минимум две вазы нужно заказать да если там вот эти вот как мешочки я заказывала там минимум сто штук ну и так далее у меня понимаете о чем я вот таким вот образом сайт называется сима лэнд там есть просто море всего ну все там есть вот знаете как наверное алиэкспрессе только что там не китай там ну нормальные вещи то вот это вот мой один вопрос значит получается где я взяла мешочки для рассады еще раз повторюсь сайт называется сима лэнд находите посредника в посредник точно своем городе кто работает кто набирает раз в месяц заказы нужно оплату выставляют течение двух дней после вот того как соберут альбом вы оплачиваете и ждете буквально через неделю где-то приходит посылка едете и забираете ничего такого вот сложного нет мне принципе все понравилось как все работает слаженно без проблем но единственное что вот я вам говорила что кокосовый брикет мне не пришел не знаю связи с чем в принципе минимум там было две штуки я сразу же минимум заказала может быть не было на на складе вот ну в общем то вот сейчас жду в конце января жду и ничего не сею потому что жду кокосовый брикет без него ничего не буду сажать больше дальше про профессиональные семена отвечаю на вопрос где я заказываю профессиональные семена я не практически под каждым видео у меня есть ссылка семена оптом так и называется сайт семена опт опт просто вот по-английски семена опт вы выходите на страницу далее значит тоже также вы заказываете но там минимум сто штук понимаете вот дело это в том что для тех кто занимается рассады на продажу это хорошо для тех кто для себя хочет это я попозже объясню сначала для тех кто на продажу в общем вы заходите на этот сайт потому что поэтому тоже у меня были вопросы что люди сомневаются не доверяют и так далее значит вот я например накидала в корзину все там даже на том сайте даже регистрироваться не обязательно но для себя я все равно там сделаете сохранила все эти ссылки вот значит получается нажимаете оформить заказ выбираете форму оплаты наложенный платеж или сразу оплатить естественно что наложенный платеж вам выйдет дороже чем сразу же оплатить вот там уже смотрите сами после этого они даже там всегда красным красным у них написано что проверяйте свою почту потому что они отвечают только на электронную почту ну и вот в общем я получается оформила заказ и жду вот через некоторое время на электронную почту приходит письмо там отписывается александр потому что он всегда пишет что с уважением александр вот он пишет там здравствуйте вы оформили у нас такой-то заказ на такую-то сумму вы подтверждаете это заказ очень важно ответить на это письмо то есть вы подтверждаете что вы там будете оплачивать но они они даже меня предупреждали где-то я вот согласилась на наложенный платеж но у меня не было просто этой суммы большой я думаю лучше как раз мне придет и я подгадала посылка тогда когда я у меня будет получка то есть ну вот так вот я подтвердила что да ну вот у меня такая ситуация что я согласна как только они собирают собирают ваш заказ они тоже также отписываются на электронную почту что ваш заказ собран ожидайте трек для отслеживания вышли далее после того как они заказ собрали заказ отослали они тоже также в электронной почте вам отсылают оповещение о том что ждите и трек для отслеживания может быть кто-то не знает как отслеживать почту я сейчас тоже заранее сразу же скажу на свой телефон вы скачиваете приложение где посылка это я уже тут ну совсем в подробности вдаюсь ну ладно потому что ну действительно вопросы задают скачиваете приложение где посылка регистрируетесь там тоже там электронную почту добавляете там они оповещение делают на электронную почту и вот этот трек для отслеживания которое вам высылает вообще любые интернет-магазины любые вот они высылают трек вы его копируете вставляете вот в эту где посылка и нажимаете искать и затем каждый день у вас будет приходить вам оповещение об изменении вот этого местонахождения посылки то есть она например сначала покинула на москву потом приехала в такой-то город это все будет высвечиваться у вас в в этом приложении где посылка и как когда вот вы вам пришло уже в ваш ваше местонахождение ваш там так она и написано что вот например у меня вычеготский он так пишется что посылка ваша пришла в местонахождение все я уже знаю что у меня посылка меня ждет я могу ее пойти и получить вот это очень удобно это для тех кто боится например да кто что вот что-то посылка долго не идет потому что ведь это же это все можно отследить где ваша посылка сейчас с нашими там вот этими возможностями телефонами и всякими приложениями все можно вот отследить вот это тоже мой вам совет вот отслеживайте свои посылки далее вот для тех кто спрашивает где можно заказать семена профессиональные меньшей расфасовки тоже также сейчас очень много сайтов очень много у убел и потом вот так называется убел и вводите поисковик затем соло магазин я знаю тоже вы вводите потом даже вот эти фирма поиск они тоже стали по моему фасовать профессиональные семена то есть там уже количество идет от 5 штук разница то есть конечно лишь дороже намного получается вот по 5 по 10 семян покупать если вы покупаете для себя то не жалейте денег вы купите лучше эти 5 семечек профессиональных семян но вы увидите эту разницу это разница небо и земля нежели вы купите магазинчики какой-то неизвестно какой фасовки и что у вас вырастет палочки тычинки какого-то блеклого цвета понимаете вы не получите вы такой красоты от обычных семян либо выбираете тогда профессиональную уже зарекомендованные фирмы но вот какие-то пакетики ну я еще раз повторю конечно да там по доходам и расходам и так далее ну это просто вот мое чисто вам мнение совет вы спрашиваете я вам отвечаю так что в принципе по 5-10 штучек есть тоже можно где купить что вот так и набирайте в поисковике что семена профессиональные семена интернет-магазин профессиональных семян их множество сейчас и я еще раз повторю что вот останавливаться на каких-то вот нет смысла то есть это сейчас все можно найти в поисковиках про маточники я вроде бы где-то мне кажется каком-то не помню я уже видео отвечал или не отвечала вот сейчас все расскажу досконально потому что вот ну да надела я такую ошибку допустила потому что опять же ничего не знаю че да 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 ну не хрен с ним ну ладно ничего страшного вот в общем получается я такая довольно счастливая показывала вам видео где у меня такие красивые в теплице стоят маточные растения я их холила лелеяла вот значит обстригла получается они такие красивые у меня пушистые думала все вот я их забираю домой и сниму с них черенки и все будет хорошо но принесла я их домой они начали у меня сохнуть я попыталась до их на черенковать но вот эти вот непонятного цвета блеклые такие вот эти палочки которые начали тянуться то есть получается они не растут они тянутся потому что им о какая большая получилась лепешка потому что им не комфортно значит те растения те цветочки которые вам понравились течение сезона вы их отставляете вы их убираете куда-то в такое место где например их не будет бить дождь чтобы там не было у них мучнистой росы где их не будет трепать ветром до чтобы у них был красивый кустик в общем ну все равно в течение сезона нужно смотреть за этими кустами за вот например три вида петуни да мне хотелось три вида петуни и вот с этих вот трех кустов но я примерно говорю да мы их конце лета обрезаем удобряем и ждем пока они нарастят вегетативную зеленую массу и вот эти вот уже череночки хорошенькие зелененькие мы черенку им но все это делаем на улице вот поздним летом до в начале осени когда еще вот петуни ну поздним летом лучше даже вот я так планирую делать вот на черенковать чтобы укоренились хорошо череночки и заносить домой я буду череночки я не буду больше мучиться с этими кустами потому что им некомфортно зимой не им некомфортно дома это вот я потом уже посмотрела что сохраняет маточники те у кого отапливаемые теплицы но у меня такого нет у меня просто квартира не даже балкона пока еще нет беседки поэтому мне лучше всего сохранить черенки и как бы выращивать уже черенки то есть я включу подсветку им чтобы они хорошо полноценно развивались в этом сезоне вот тут даже у меня были свежие комментарии что юля покажи свои маточники как они у тебя сохранились но я где-то заикалась что ничего у меня не сохранилось все у меня засохло благополучно так вот еще один поднос сейчас его сдобрю мукой может быть вы скажете почему ты юля не используешь сухари панировочные что-то я как-то не не принципиально муке тоже хорошо все и обжаривается и ничего не прилипает так хочу сказать что сразу же котлетки нужно убирать в морозилку чтобы они схватились и не слиплись так что вот уж мой неси первый поднос тебе принимая работу нормально все хорошо если пила ругается еще на меня так вот слепила как говорится из того что было друзья мои какой следующий то вопрос вам ответить а самый главный насущий вопрос мне в группу приходит сообщение и в контакте приходят по этому поводу сообщения я сказала ответила что сниму на эту тему видео в общем про рассаду про продажу рассады в основной такой вопрос мучает начинающих это цена цена рассады но я вам скажу что вы знаете у всех у регионов ведь своя разная ценовая категория это раз во вторых у всех к регионов своя конкуренция это 2 и в третьих у всех регионов свой кошелек это три то есть получается может быть вы на барвихе будете торговать рассады цветами да то какая сколько там будет стоить рассада да можно догадаться а может быть вы в деревушке где там ну не знаю люди живут с достатком в 5000 заработной платы то за сколько вы там будете продавать цветы то есть тут нужно учесть все эти нюансы тоже так же если город большой тех кто продает рассаду много то соответственно получается будет цена удешевляться это уже естественно если вот например как вот у нас у нас немного кто торгует рассадой да и если я когда пришла встала около магазина рядом со мной я вам рассказывала что продавали в баночке из-под сметаны 200 граммовой вот такие две палочки по 100 рублей то я свою рассаду за 80 рублей я продавала 0 5 стакану вы видели какая у меня была рассада это пол-литровый стакан корневой системы уже это цветущий куст по несколько бутонов цвели у меня когда вот не подошла ко мне ну женщина и говорит я вот тут за сторону а три там было полы палочки 3 я вот тут за 100 рублей 3 купила и показывает мне но я ей объясняю что вот вы что у вас здесь во первых за 200 грамм корневая система у вас здесь ее нет вы сейчас пересадить пересадите эти разделить эти три палочки пересадите их кашпо соответственно вас только пол лета будет расти наращивать куст корневую систему вот затем когда вы там дождетесь когда это вегетативная ну когда начнет зеленеть кустик ну соответственно я объяснила все эти нюансы то есть тут получается смотрите на свою конкуренцию нужно заранее пройти по рынку или по точкам где у вас продают цветы посмотреть какая там ценовая категория потому что еще раз повторюсь у всех все по-разному кто-то продает в кассет с открытой корневой системой получается что там вообще 10-15 за корешок кто-то продает хорошие кустики и готовые кашпо там 300 400 рублей я вот уже все слепила вам еще что-то и что-то еще не рассказала так друзья мои я переложила на маленький поднос потому что котлет у меня получилось немножко ну ладно в общем все хорошо лепка закончилась котлет все прекрасно на мужик мой любимый убирай аккуратно тут все устраивает вас мой милый господин я это все покажу ну давай уже всех друзья мои сейчас меня ждет еще все это помывка уборка буду заканчивать свое видео вот на самые насущие вопросы я вроде бы ответила если что вспомню буду отвечать в следующих видео но если вас интересует то вот давайте договоримся вот под этим видео пишите в комментариях какие вопросы вас еще интересует касаемо вот наверное продажи рассады или еще чего я конечно вот это теперь уже нужно выписывать мне в свой ежедневник и это будет следующими темами для обсуждения а я тороплюсь то почему потому что мы сейчас поедем кататься на горке так что если хотите можете досмотреть это видео до конца ну а если нет тогда всем спасибо огромное за внимание надеюсь я в коих какой-то ответила на ваши вопросы всего доброго до встречи и пока пока а вы собрались и поехали на горочки где наша машинка он выезжает посмотрите сколько у нас снегу вокруг много сегодня на улице вообще отлично погода минус всего-то 5-7 градусов посмотрите как у меня тут все вокруг заснежено вообще прям здорово все котлетосики наместили сейчас как поедем накатаемся вечером нажарим наедимся и поспать ляжем вот такой у нас сегодня выходной сейчас поедем ура и 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 вообще могу сказать что я трусиха я вообще трусиха я всего боюсь далеко так-то расстояние огромное и и и и и и Смотрите, как здорово, нам не надо подниматься в горку, мы нас прикрепили к подъемнику, и все, мы едем. Нас везет подъемник. Ура! I know just what you said, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, I don't need your reasons, don't tell me cause it hurts. All memories, they can be inviting, but some are altogether mighty, right? You and me, I can see us dying, aren't we? Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts. No, no, don't speak, I know what you're thinking, and I don't need your reasons, don't tell me cause it hurts. Don't tell me cause it hurts, I know what you're saying, so please stop explaining, don't speak, don't speak, don't speak, don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons, I know you're good, I know you're good, I know you're real good, oh. Don't speak, 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 don